Новый дом для кукольного театра строили целых три года. Примерно столько же раз сдвигалось его открытие. Строительные организации не успевали в срок. Работники то и дело уходили на больничный. Теперь все это уже позади. Новый дом для театра кукол в самом деле как будто из сказки. И к радости архитекторов, неплохо вписывается в городскую архитектуру. С учетом того, что это детская тематика, нам хотелось, чтобы она здесь каким-то образом прочитывалась, чтобы он был немножко такой кукольный. Но совсем не хотелось копировать, как, например, в Казани есть новый кукольный театр, где уж совсем какие-то замочки, какие-то смешные штучки или прямые цитирования, знаете, башенки из немецких сказок и так далее. Сказка внутри начинается не сразу. Первый этаж немногим отличается от убранства других театров. Здесь все по классике. Справа гардероб, слева буфет. Главное украшение витражи встречаем, поднимаясь в зрительный зал. Разноцветные стекла не на главном северном фасаде, а с юго-восточной стороны. Они особенно переливаются в солнечный день. Еще одно напоминание о детстве – люстры в форме мыльных пузырей. Ну и, конечно, главное – зрительный зал. Сцена здесь оснащена современным световым и звуковым оборудованием. Для комфорта зрителей установили самые удобные кресла, которые регулируются по росту гостей. Каждую детальку мы утверждали. Над каждой мы работали и смотрели, как удобно, как ручки, насколько толщина. А еще же надо, чтобы они снижали долговечно. Кроме основного зала в здании будет театр на подушках для самых маленьких. А для новогодних представлений установят специальный зал-трансформер – фойе. На все строительство и благоустройство здания было потрачено более 400 миллионов рублей. Теперь театр «Кукол» с нетерпением ждет разрешения на переезд в новый дом. Дело за малым – дождаться, когда оформят все нужные документы. Анара Шегирова, Андрей Печоркин. День с толком.